Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Калинченко, Евгений Греков. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам. Вообще возможно в мегаполисе быть абсолютно здоровым человеком? Ну, как бы, если стараться, то можно. То есть, естественно, просто так ничего не даст. Вот без всяких стараний, без употребления необходимых веществ, без правильного питания, без правильного режима, по большому счёту, генетики не хватит для того, чтобы чувствовать себя хорошо. То, что ты родился здоровым и живёшь в мегаполисе, это ещё не значит, что ты будешь чувствовать себя хорошо. То есть, качество жизни будет снижаться? Будет снижаться, потому что слишком много факторов негативных, которые влияют на организм и при этом ухудшают качество жизни. И не только жизни, но и отдельные там статьи. Качество половой жизни, качество ощущения себя в социуме, да? Ну, это важно, это жизнь. Конечно. Друзья, если у вас есть вопросы, 8909-9281-89. 9909 смс, ватсап, вайбер, пишите, пожалуйста, Евгений Греков в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». У нас бесплатная консультация сегодня. Да, с чего начать? Вот с чего начать путь к здоровью? Здоровье мужское улучшать. Если у нас эфир про мужское и женское сегодня... И мужчины, и женщины нас смотрят и слушают, конечно. Да, но я не знаю, насколько это, в принципе... Я знаю, насколько это физиологично, но не знаю, насколько это цензурно. Но каждое утро у мужчины должно начинаться с эрекции. То есть это нормально, это физиологично. И если у мужчины утро не начинается с эрекции, то значит... Есть проблема. Это не так, что это, как правило, является уже признаками эректильной дисфункции. У женщин всё немножечко сложнее и проще, потому что женщины — это те существа, которые контролируются тремя гормонами. А у мужиков всё проще. Один гормон — тестостерон, а у женщин — прогестерон, эстрадиол и тестостерон. И вот, как правило, здоровая женщина не должна отказывать мужчине в сексуальных каких-то... Потребностях. Потребностях, да. Сейчас многие... То есть у неё не должна голова болеть. Вот, про голову, да. Сейчас я обращусь к нашему главному редактору Александре Хайрулину. Скажу, Саша, программу надо менять на 12 ночи, а не в 12 дня их проводить. Слушайте, ну а когда вообще, когда... Мы же понимаем, что это актуально 24 часа в сутки, понимаешь? Естественно. Так, то есть отказывать по утрам нельзя. Дальше. Никогда. Потому что у мужчины будет стресс, а стресс всегда вызывает снижение тестостерона. Что с питанием? Как питаться? Правильно, да. Вы знаете, я, конечно, сейчас, может быть, российскую корзину потребителя, вот эту минимальную, очень сильно... Раскритикую. Раскритикую, да. Потому что часть продуктов, которые там прописаны, они просто человеку не нужны. Да, есть такой момент, что, по большому счёту, нам нужны... Продукты, богатые витамином В12, железом, витамином Д, ну, сложными углеводами. Это рыба, мясо, каша, крупы. Это рыба, мясо, зелень, овощи свежие. И по минимуму овощей, которые требуют термической обработки, ну, и крупы по минимуму. Потому что это углеводы, они вызывают ожирение. То есть продукты, которые именно приносят здоровье, они, как правило, очень дорогие для корзины потребителя. Вот эта минимальная, да, социальная корзина. И всё, что хватает, на всё, что хватает вот тех денег, которые необходимы для заполнения вот этой корзины, это всего лишь там масло, жиры, да, это крупы, это манка, ну, которая вообще, она, к сожалению, бесполезна. Так она ещё и вредна, она вывозит железо там из-за глютена, ну, и так далее, да. То есть, по большому счёту, питаться, с одной стороны, правильно, это немножечко дороже, чем минимальный уровень. Но зато к врачам потом, может быть, реже. Но зато потом сэкономишь на препаратах. Сейчас идёт эпопея большая у нас в науке с витамином Д. Евгений Греков сегодня у нас в гостях. Смотрите, слушайте, задавайте вопросы. 8-909-9281-89-9 смс. Вот за Вайбер. Итак, нам нужно понять, как быть здоровым в мегаполисе, потому что вот сейчас Евгений даже вне эфира нам рассказывал, я понимаю, что все мои теории идут к коту под хвост. Витамин Д, мы остановились на нём. Да, давайте, ладно, с витамина Д. Ну, начнём с самого элементарного. Витамин Д, который является производным холестерина, синтезируется в коже под действием солнечных лучей. Солнца в стране очень мало. И всё, что вот оно есть 2 месяца, буквально, да, вот у нас там будет небольшой промежуток, мы, к сожалению, старательно замазываем свою кожу солнцезащитными кремами, чтобы не обгореть. Но больше глупостей я вообще вот не видел и не слышал. У нас в Москве люди пользуются солнцезащитными кремами для того, чтобы, с одной стороны, предотвратить рак кожи. Господи, ну сколько его у нас в России, я не знаю, это минимальный показатель. Это маркетинговый ход продажников, которые продают эти крема. Кроме того, эти люди ещё пытаются от обгорания себя спасти. Но чтобы спасти себя от обгорания, по большому счёту, можно находиться под, как там, панамкой, да, там, тело прикрыть какой-нибудь просвечивающейся тканью. Но если вы не будете получать витамин Д, то тогда вы подвержены риску развития сахарного диабета, ожирения, депрессии, рака молочной железы, рака предстательной железы, рак прямой кишки. Вот что такое дефицит витамина Д. Для того, чтобы накопить витамин Д, нужно находиться, вот именно под солнцем, нужно находиться 6 часов в поле, на 75% открытым. Настолько тяжело в наших, именно в наших условиях, в российских, с нашей длиной волны, накопить витамин Д. На сутки хватит дозы. Теперь я понимаю, почему работников института отправляли на картошку. Конечно. Для витамина Д. Поэтому бабушки в деревне живут дольше. Вот-вот он весь секрет долголетия. То есть вот этот крем ССПФ большим на коже, все это ерунда. Как бы вы его ни назвали, ССПФ и так далее, я не буду перечислять, и еще другие буквы использовать, там три. Но дело все в том, что это вредно. Потому что фотостарение кожи, это просто маркетинговый ход. По большому счету. Старение... Старение большая, если нас слушают в южных широтах, то, конечно, там обстоятельства другие. И за НАПО вопрос придется. Да, но дело в другом. Я вот сейчас только из Греции приехал и, ну, немножечко обгорел. Но по большому счету это фотопилинг. Кто как... Либо позитивно смотришь на проблему, либо негативно. Я называю это фотопилингом. Ничего страшного. Клетки быстро восстановятся. А то, что у мужчин на фоне естественной выработки витамина Д под солнцем улучшается выработка тестостерона и его здоровье улучшается, про это мало кто говорит. Витамин Д стимулятор и... Стимулятор и, кроме того, мощный психостимулятор для мужчин и для женщин. Сейчас в стране большими темпами шагает бесплодие и эректильная дисфункция. Мы, к сожалению, врачи не могли с этим сделать ничего в течение 20 лет. Почему? Потому что люди, которые раньше часто находились на солнце, сейчас... Ну, в течение 20 лет в силу решения... ...финансовых проблем находились в бетонных коробках, которые мы называем работой. Ну, вот, работа. Естественно, мы не появляемся на солнце. Депрессия, склонность к различным социальным суицидам, да, ну и всё, и так далее, да. Вот что преследует человека на фоне дефицита витамина Д. Чтобы избавиться от депрессии, эректильной дисфункции, необходимо получать витамин Д. Либо естественным, либо искусственным путём. Вот об этих путях мы поговорим, друзья. Оставайтесь в компании Страны ФМ. На самом интересном. Программа «Наука и технологии». В гостях у нас сегодня врач-уролог-андролог Евгений Греков. Мы говорим о здоровье в мегаполисе. Рушатся, рушатся буквально все мои знания, накопленные годами. Евгений, ну, продолжайте. Мы говорим о витамине Д. Откуда его брать, получать? То есть в наших широтах мало солнца. Два месяца только в году полноценного. Так мы ещё все закрываемся, недополучаем. В общем, дефицит у нас витамина Д есть у всех. Что делать? Что делать? Ну, первым делом, это, естественно, не закрываться от солнца. Да, на 75% в своё тело нужно открывать шорты, сандалии. И использование более-менее таких легко пропускающих солнечные лучи вещей. Вещей это, ну, залог того, что вы на сутки будете накапливать необходимый витамин Д. Загорать в правильное время, хотя бы находиться на улице, хотя бы там час, да, там пешие пробежки под солнцем, либо где-то ходить по аллеям, где рассеянные лучи. Но в любом случае вы будете накапливать витамин Д. Многие считают о том, что у людей с пигментированной кожей очень много витамина Д. И вообще пигмент это равно витамин Д. Когда выделяется пигмент, он полностью блокирует синтез витамина Д в коже. Вот в чём вся опасность и, наверное, неправильное суждение о людях, которые живут на юге, у них пигментированная кожа. К сожалению, люди с тёмным цветом кожи, они больше подвержены негативу, дефициту витамина Д. То есть у тех ребят, которые приезжают с Кубы, с Африки к нам учиться там в Институт дружбы народов, очень часто через 7 лет развивается повреждение костей, остеопороз, потому что у них организм более требовательен к витамину Д. Он привык уже получить. Он уже привык, да. И здесь северные условия для него – это просто смерть. И у многих меняют суставы. Есть вот эти истории. То есть там ребята поступают в медицинский институт здоровыми, 7 лет в России, и у них до остеопороза доходит ситуация, да. И обратная ситуация. Если мы поедем в Африку, то у нас через год этого витамина будет... У нас через год... Вы знаете, естественно, вот вы спросили про продукты, которые богаты витамином Д. Да, как бы получилось. Естественно, место обитания или место проживания того или иного организма оказывает влияние прямое на содержание в нем витамина Д. Если продукт был выращен под солнцем, а не под софитами теплицы, если продукт был выловлен под солнцем в море, да, а не там из какого-то, я не знаю, чана или какой-то там загон-бассейн, где, естественно, вот эти софиты просто осветители, то есть продукт, выловленный в естественных условиях обитания, например, селедка, скумбрия, которую мы не любим ни жарить, ни варить, да, мы ее кушаем один раз в год, может быть, два раза в год там в виде салата. Из консервных банок. Они богаты витамином Д. Сыр, ну, есть и натуральный продукт, да, если корова гуляла, опять же, да, под солнцем, то будет много витамина Д. Если корова не гуляла, овца не бегала под солнцем, а просто стояла в столе, да, то, естественно, никакого витамина Д там не будет. Поэтому, вот, если говорить про салаку, селедку, их невозможно вырастить на каких-то заводах и аквафермах. Это природный продукт. Да, по поводу лосося и по поводу семги, я не согласен. Семгу не стоит кушать, которая продается и в магазинах, если она неестественного... Происхождения. Происхождения, естественно, потому что в ней, она, ее кормят макаронами, по большому счету, она как свинья жирная, просто. Никакого там витамина Д нету. Никакой это не диетический продукт. Нас всех обманывают. Не может. Семга стоит там 240 рублей за килограмм. Ну, по большому счету. Вот селедку, скумбрию, вот что хотите с ней делать... То есть в банках, в консервах тоже можно брать? Можно, но слишком калорийно. Там масло, да? Берите замороженную и делайте с ней, что хотите. Ну, это настоящий витамин Д, прям естественный рыбий жир, там, что хотите есть. Вот в этих продуктах, кстати, яйца тоже, кстати, содержат витамин Д, но каждый день желток не покушаешь. Надо есть булок. А там в желтке именно. Именно в желтке, он же жирорастворимый. Чем выше витамин Д, тем ниже уровень холестерина в крови, потому что он является, ну, по большому счету, производным холестерином и по отрицательной обратной связи снижает выработку холестерина, плохого именно в организме. Искусственно как-то получать витамин Д можно, потому что сейчас много разных добавок, витаминов, которые люди приобретают, покупают и пьют в виде таблетки. Вы знаете, это прогрессивные пациенты, я люблю такого пациента, начитанного, который говорит, я где-то там почитал, есть сайты, да, есть какие-то видеоликбез, да, по поводу вообще дефицита витамина Д в России. Да, принимают, но дело все в том, что в нашей стране по сейчас стандарты не приняты по витамину Д, и дозы, которые сейчас содержат наши российские препараты, они только для новорожденных. У нас почему-то считается, что, я не знаю почему, что для новорожденного 500 условных единиц в сутки профилактическая доза, что для взрослого человека, хотя человек взрослый он в десятки раз больше по массе, чем новорожденный ребенок. Но сейчас это уже устраняется, у нас новые стандарты пишутся, я не знаю, неимоверным старанием, то есть врачей, там моих коллег и ученых, которые занимаются написанием стандартов. Почему? Потому что по сей день считается, что переизбыток витамина Д приводит там чуть ли не к смерти, да. Но для того, чтобы создать этот переизбыток, одного флакона витамина Д не хватит, даже вот резко выпитого не хватит для того, чтобы убить человека. То есть ваше отношение положительное к этому? Да, конечно, положительное. Профилактика мочекаменной болезни, профилактика депрессии, шизофрении. Это самый полезный витамин, но... То есть количество заказов увеличится. Да, но по стандартам вообще в нашей стране, вот при таком солнечном дне, да, количестве солнечных дней, человек должен получать не менее 5000 условных единиц в день. При условии, что он будет пероз это получать. У нас нет инъекционных препаратов витамина Д, наша страна перестала этим заниматься с 70-х годов, витамин Д давать, потому что случилась неприятность там в Японии, была сброшена метилортуть, воды мирового океана там у островов Японии. Ну так получилось, у них вечно катастрофы какие-то случаются. Последняя фукусима, они тоже забыли об этом всем сказать. Корейцы перестали есть морепродукты и начали болеть. А что было дальше, мы узнаем чуть позже, друзья. Будьте в компании Страна ФМ. Небольшая пауза. Наука и технологии. На телерадиоканале Страна ФМ. Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите Страну ФМ, мы смотрим на жизнь позитивно, потому думаем, как бы ее продлить и как сделать счастливо. Евгений Греков сегодня в гостях у Страны ФМ, и он нам рассказывает. Да, об этом у нас сегодня, дорогие друзья, такой ликбез. Вы можете писать свои вопросы, Евгений, 8909-928-189, здоровье в мегаполисе, как его поддерживать, пишите. И группа ВКонтакте Страна ФМ, есть пост. Мы продолжим про витамины. Понятно, что витамин Д мы недополучаем. Нужно покупать добавки или быть на солнце. Да, быть на солнце и есть правильные продукты. Рыбу. Рыбу, мороженую. Рыбу, мороженую. Да, пускай это будет лучше мороженая скумбрия, да, пускай она будет разморожена и пожарена, нежели вы вообще ничего не будете получать, либо придерживаться, если или второе зло, которое вот есть в нашей стране, это сейчас развитие вегетарианской диеты. То есть в свое время на говядину все обозлились, теперь вообще перестали все есть и называют то, что это хорошо и начинают заменять какими-то там непонятными белками. Ну, во-первых, белковые смеси для вегетарианцев не содержат витамин Д в суточной дозе. Во-вторых, вегетарианская диета, она бедна не только витамином Д, потому что витамин Д содержится только в продуктах животного происхождения. Все, что вот плавало, либо бегало, либо паслось под солнцем. То есть в морковке, которая росла на грядке солнечной небо. И в орехах тоже нету витамина Д, но находятся интеллектуалы, которые мне пытаются, когда кладчиках на конгрессах про мужское и женское здоровье, я всегда читаю на конгрессах там российских и международных, пытаются доказать, что дефицит всяких там питательных веществ – это полезно. Причем стоит передо мной, как правило, нездоровый человек с нездоровой окружностью талии, наверное, уже давно забывший про оргазм и про эрекцию по утрам. И вот пытается с окружностью талии там 140-150 сантиметров рассказать, как он хорошо себя чувствует на растительной диете. Хотя заметно, замечено, что хищники всегда поджарые, а травоядные всегда страдают ожирением. Они же говорят про пищевод, что там кишечник. Да, рак прямой кишки, дефицит витамина Д вызывает рак прямой кишки. То, что они там говорят, ну пускай они, можно потреблять растительные волокна, но кушайте вы эту морковку, хотите, щавелем заешьте. Но если вы не будете потреблять витамин Д, то, скорее всего, разовьется эректильная дисфункция и просто семейное несчастье. Без чего еще нельзя? Без каких еще витаминов? Витамин В12. Витамин В12. Вот сейчас железодефицит и дефицит витамина В12 шагает по стране тоже семимильными шагами. Опять же, вегетарианцы, эти веганы, эти травоядные, которые мешают нормально размножаться и вообще мешают нормальному качеству жизни россиян. Я считаю то, что это чей-то вот посыл там заграничный, я не буду обострять ситуацию со странами Евросоюза и с Америкой, своими послами, но при этом не надо русских заставлять переставать есть мясо. Потому что дефицит железа вызывает депрессию, снижение выработки половых гормонов. Там, где дефицит железа, у женщин мы знаем, что проблемы с бесплодием возникают на фоне дефицита железа, невынашиванием беременности. И кроме этого, всегда это приводит к депрессии. Насколько наши продукты, птица, мясо нормальные на наших лавках? Вы знаете, что лучше взять? Потому что была информация тоже, что она вся в антибиотиках. Ну, всяких антибиотик. Особенно в курице. Особенно в курице. Но дело всё в том, что кто вам мешает потреблять простоквашу? Ну, по большому счёту. Если вы так страдаете за здоровье кишечника, потребляйте каждый день простоквашу, кефир. Это неплохо. Просто надо выбирать часы, когда потребляете. Не надо на ночные еды с молочными продуктами. Это лактоза. Первый момент. Это сахар, чтобы не полнеет. Первый момент. Второй момент. Если вы придерживаетесь больше углеводных продуктов и забываете потреблять мясо, то вы склонны к перееданию углеводов. Потому что организм пытается любым путём, любым количеством пищи буквально-таки закрыть те брежи в витамины дефицита. То есть как раз-таки заткнуть. И человек, если он не ест мясо, то он больше потребляет углеводов. Конечно, всё просто. Нужно мясо с ладошку кушать, крупа с полкулачка, а всё остальное – листья салата. Либо там… И сколько таких порций взять? Четыре порции. Каждые два с половиной часа можно потреблять по 170 грамм пищи, и не будет проблем с ожирением. Мы смотрим за вашим здоровьем. Сегодня у нас в гостях Евгений Греков. И давайте рассмотрим всё-таки обещанные мной ранние шашлыки. Какие же самые полезные? Ну да, чтобы люди понимали. Всё-таки май месяц. Хондролог, да, пишите свои вопросы. Говорю, в контакте со стороны Айфа. Вы знаете, наверное, полезен тот шашлык, который минимально подвергался маринованию. То есть всё-таки пускай это будет минеральная вода и лимон, нежели уксус, там ещё что-то. Майонез. Майонез, да, и всякая вот эта гадость. Ну максимум пускай будет горчичное семя, там на шашлыке максимум. Почему шашлык полезен и чем он опасен? Недоготовленный шашлык, если он неправильно подвергался термической обработке, конечно, несёт в себе опасность гельминтозов. Не надо про это забывать, да. Это различные черви, да, паразиты, которые обитают в кишечнике и, как правило, проникают с непрожаренным мясом, вот, с одной стороны. С другой стороны, шашлык является бесценным кладезом витамина В12. И В12, витамин В12 помогает нам усваивать железо. Но дело всё в том, что у нас, к сожалению, про витамин В12 в стране мало кто говорит и вообще, как правило, все вспоминают о нём, когда уже находятся в неврологическом отделении с тяжёлой там депрессией, астеновегетативным синдромом, отсутствием желания качественной жизни, даже просто отсутствием желания куда-то сходить. Кроме того, как можно легко вычислить, куда-то сходить в театр, там, в кино, то есть люди запираются в себе, То есть это такое одно из проявлений депрессии и, забыл вот это слово, когда люди... Асоциальное поведение. Асоциальное, да, поведение, то есть они называют себя мизантропой, да. Это просто больные люди с дефицитом В12. Перестаньте всё на Фрейда несчастного на это воскидывать. Да, мы вас раскрыли. Потому что дефицит В12 проявляется отсутствием человека любия. Он стимулирует выработку серотонина вместе с фолиевой кислотой. Почему надо кушать зелень обязательно? То есть шашлык с зеленью заедать пучком кинзы. Дефицит В12 проявляется отсутствием желания потреблять мясо. Это, конечно, нонсенс, но большая часть вегетарианцев, которые пришли к вегетарианской диете, это больные люди, которые просто пропустили свой дефицит В12 и начинают... Они не могут усваивать железо и мясо. Им плохо, да. Им плохо, и они при этом, естественно, нездоровые люди не могут, и недовольные жизнью, несчастливые люди не могут всех вокруг делать счастливыми, поэтому они как секта паутиной вот этой вегетарианской, да, окутывают всю планету. Но про это надо говорить именно так смешно, чтобы людям это врезалось, да, в голову, потому что... Конечно, я человек, который не ел мясо 5 лет. Да, ну вот, естественно, да, потом возникает у человека, ну, куча болячек, дурака, если не потреблять мясо. Другое дело, я-то все лекарства говорил про цельс. Не надо каждый день там по килограмму съедать мясо, это, конечно, сумасшествие, но, извините, не меньше 150 грамм красного именно мяса, то есть это у нас что, красное мясо? Обязательно это, пускай, будет говядина, это будет баранина, свининка, да. 150 грамм сырого мяса хотя бы человек должен съедать один-два раза в день. И не надо его переедать. Но дело все в том, что у нас в стране какие-то вообще странные представления об этом. Давайте так, вот можем быстро рассказать, какой рацион должен быть у человека завтрак, обед, ужин. Вот об этом мы поговорим чуть позже. Понимаете, да. Как должен выглядеть рацион человека здорового? Ну, и хороший, примерно, да, настоящий. Итак, нам, Евгений, нужен примерный рацион, как жить, как питаться. Еда должна быть разнообразной. Нельзя питаться только курицей, только говядиной или только рыбой. Но вот когда, как только появляются рамки, сразу появляются болезни. Первое, это, конечно, психиатрия, я считаю, вот там мы должны, коллеги, дорабатывать. Те, кто пропагандирует питание только растительной пищи. Ну, я думаю, большая часть из них должны где-то сначала пообследоваться по психическому здоровью. Но давайте так, распределим, что самое должно быть калорийное и что менее калорийное. Пускай утром будут более калорийные продукты, но при этом они должны содержать больше сложных углеводов. Ну, утро. Это гречка, например. Это гречка, это творог. Это может быть, пускай даже молочная каша какая-нибудь, да, но еще сложный углевод можно. Причем непереваренное должно быть зерно в ней. Мы же все привыкли, например, перловка. Это ужасный продукт. Да. Все в детстве считают, что это ужасный продукт. Очень полезный. Очень полезный продукт. Почему? Потому что... С утра. Именно с утра. Там много сложных углеводов. Скушайте. Пускай там будет молочный какой-нибудь продукт рядом там с этой перловкой, даже тот же сырник, да. Это замечательно будет. И это будет долго перевариваться в организме и при этом равномерно повышать уровень инсулина. Аппетит не будет приходить во время еды. Как определить человека, у которого проблемы со здоровьем? Еще в том числе. Это не только качество эрекции с утра и вообще спонтанной эрекции. Но будем про это. И отсутствие желания. А у женщин как? Желание. Женщина молчит, но хочет. Но все мы про это знаем. Вот. Мужчины чаще всего. Здоровый человек не должен чувствовать аппетит во время еды. То есть, когда аппетит приходит во время еды, это больной человек, у него повышается немыслимо инсулин и вызывает чувство голода. И этот человек съедает целое ведро. Переедает, да. Да, переедает. И вместо положенных ему максимум 250 грамм, он съедает там полкило или килограмм целую суточную дозу еды. Это я. Ну, конечно. То есть, это гиперинсулиномия, даже пускай транзиторная, и это потом, в конце концов, приводит к ожирению. Что на обед, Евгений? На обед, ну, конечно, блюдо посложнее, но я бы исключил полностью супы. Супы не содержат витаминов. Супы — это разваренные углеводы. Вся картошка, которая полезна, она разваривается. Макароны тоже развариваются. И сложные углеводы, которые считают в сырой картошке, они все переходят в простые уже. Углеводы, которые повышают инсулин и вызывают обжорство, да, будем называть все своими перееданиями. Обжорство и дальнейшее ожирение. Простые углеводы, конечно, они, естественно, не должны присутствовать в большом количестве еде. То есть супы убираем, остаются более блюда с меньшей термической обработкой. Если овощи, то пассерованные, никакая не размазня, никакая икра заграничная кабачковая, да, потому что она вредная, потому что это все простые углеводы. Ее не съешь одну ложку, ее хочется съесть сразу трехлитровую банку и побольше хлебушка. То есть все, путь к ожирению открыт. А потом можно писать книжку, как я угробил себя, да, кабачковой икрой. Дальше, естественно, должен быть кусок мяса, должны быть листовые салаты и, естественно, должна быть какая-то крупа. Пускай будет. Какое мясо, да, вот есть? Вот все начинают вот думать, вот это я вот сейчас поем, это я сейчас. Если у вас физическая работа какая-то предполагается после обеда, естественно, ну, можно съесть кусок свинины. Если вы будете просто ходить по городу, можно съесть кусок рыбы. Но ни в коем случае не надо поесть в обед и лечь спать. Вот нельзя спать после еды сразу, погулять надо. Ужин. Ужин. Вот ужин – это самый сложный и самый любимый вопрос. Почему? Потому что многие маркетологи вот именно в ужинное время пытаются продвинуть свои вредные продукты, но при этом нужно на них успеть заработать. Сюда входили белковые коктейли типа казеина, и у нас большая часть спортсменов на казеине располнели. Нельзя. Его на ночь есть ни в коем случае, потому что он повышает инсулин. Повышенный инсулин на ночь всегда снижает выработку гормона роста, и люди преждевременно стареют. Что есть? Что есть? Это пускай будет салат. Сразу дам. Яйца без желтка, то есть белок яичный, там листья салата. Куриная грудка противная, но если порублено в этом салате, залитый оливковым маслом, там добавили перчик, все замечательно. Но, естественно, на одном салате не проживешь. Пускай это будет кусок мяса небольшой, либо рыбы с одним овощем, огурец либо помидор. Приятного аппетита. Да, приятного аппетита. Друзья, Евгений Греков был в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ, уролог, андролог и, конечно, еще омега-3. Не будем забывать. Омега-3 это самые важные, наверное, жирные кислоты, которые мы должны потреблять. Но я сейчас сразу... Да, в добавках обязательно, потому что мы не скидаем тонну рыбы, которая богата омега-3 каждый день. Поэтому лучше 4 грамма чистой омега-3 выпивать в день, но при этом никогда не потребляйте омега-3, 6,9. 6,9 это вредной омеге. Спасибо. Все, всем пока. На телерадиоканале Страна.ФМ